Привет всем! В этом видео мы подготовим мышцы и связки ко входу в поперечный шпагат. Упражнение, которое я сегодня покажу, я использовала сама, когда осваивала этот шпагат. Мы будем выполнять их в реальном времени, то есть вы сможете заниматься со мной на протяжении всего ролика. Начнем! Первое упражнение. Приседания широко разведенными ногами. Руки можно держать на талии или перед собой. Колени образуют угол 90 градусов. Спину держим прямой. Во время подъема напрягаем мышцы внутренней поверхности бедра. Делаем 15 приседаний. Чтобы мышцы были в тонусе и имели силу, их необходимо тренировать силовыми упражнениями. Без них не обходится ни одна моя тренировка с последующим растяжением. Второе упражнение. Ложимся на спину. Поднимаем ноги вверх. Руки вдоль корпуса. Разводим ноги до конечного своего положения на вдохе и сводим обратно на выдохе. Делаем 10 повторов. Вы должны чувствовать работу мышц на внутренней поверхности бедра. Следующие 10 раз делаем упражнение ножницами. Следующее упражнение. Ноги широко, носки разведены. Садимся до прямого угла в коленях. Руки на колени. Вытягиваем позвоночник вперед при помощи рук и опускаем таз ниже. Следим за тем, чтобы колено не выходило за уровень стопы. Если можете, опускайте корпус в параллель с полом. Должно чувствоваться растяжение внутренней поверхности бедра. Стоим в таком положении 30 секунд. Четвертое упражнение. Садимся на пол. Ноги широко. Будем делать перекаты сидя. Стараемся не отрывать пятки от пола. Руки можно держать на земле или положить их на колени. Главное – ощущать вытяжение внутренней поверхности бедра в конечном положении переката. Делаем 10 перекатов на каждую ногу. Делаем 10 переката. Статический глубокий присед. После переката задержитесь на 30 секунд в конечном положении. Руками стараемся оттолкнуться от ног. Если получается, делаем наклон к земле грудной клеткой. Но не округляйте поясницу. Если чувствуете, что тяжело, оставайтесь в верхнем положении. И повторяем статику к другой ноге. КОНЕЦ Следующее упражнение – бабочка. Садимся, широко разводим колени. Спина прямая. Если готовы идти дальше, то подворачиваем стопы к себе и идем в глубокий наклон вперед. Держим статику 30 секунд. Разводим ноги широко, будем делать наклон вперед. Внимание! Главное в этом упражнении – проворот тазобедренных суставов. Ни в коем случае не уходите в наклон с круглой спиной. Для того, чтобы уйти в полный наклон, провольните тазобедренные суставы и уйдите животом вперед. Держим статику 30 секунд. В следующем ролике я покажу, как же правильно входить в поперечный шпагат после выполнения данных упражнений. Осваивайте шпагаты. Это очень полезно для женского и мужского здоровья. И помните, что у вас все обязательно получится. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!